Сейчас в городе работают шесть частных управляющих компаний, но не все оказались готовы к открытому диалогу с горожанами. На встрече с жителями города в рамках Дня открытых дверей представители коммунальных компаний рассказали о своих сотрудниках, техническом обеспечении организации подвели промежуточные итоги деятельности. Как отметила Людмила Шлепугина, департамент городского хозяйства на равных условиях взаимодействует с частными жилищно-коммунальными организациями и тесно работает с ними по нескольким направлениям. Это подготовка города к зиме и к весенне-летней эксплуатации, где мы плотно работаем со всеми управляющими компанией. Второе направление – это обеспечение взаимодействия с точки зрения организации вывоза твердых коммунальных отходов в свете проводимой реформы вывоза твердых коммунальных отходов на территории города Сарова. И третье направление, по которому мы сталкиваемся – это рассмотрение обращений и жалоб наших граждан по линии муниципального жилищного контроля. И четвертое, тоже такое серьезное направление – это организация капитального ремонта многоквартирных домов. Самой крупной по-прежнему остается МУП «Центр ЖКХ». Эта организация курирует коммунальное состояние почти 600 домов общей площадью более миллиона квадратных метров. В основном это дома старой части города, введенные в эксплуатацию в 50-70-х годах прошлого века. И, конечно, к представителям этой компании было больше всего вопросов. В основном Саровчан интересовал финансовый аспект – как расходуются денежные средства, которые платят жители за коммунальные услуги. Невозможно сделать анализ, на что же потрачены деньги. Берется большая группа работ, и с точностью до копейки указывается сумма. А на что конкретно никаких натуральных показателей, ни квадратных метров, ни там объемов, ничего этого нет. Круг вопросов, которые задавали жители, был очень широк – от сроков капитального ремонта дома до напора воды в квартире и поверки электрощетчиков. С последней проблемой Саровчаны вынуждены обращаться в лабораторию Арзамаса, либо покупать новый прибор. У меня обращение не только к компании ЖКХ, а ко всем управляющим нашего города. Будьте добры, соберитесь, решите, обсудите и создайте такую лабораторию. Все вместе вы сможете ее содержать. Но, как пояснила Людмила Шлепугина, создавать в Сарове лабораторию нерентабельно, так как большинство горожан пользуются современными счетчиками с межпроверочным сроком в 20-25 лет. На сегодня мы видим единичные проблемы у того, у которых совсем старые счетчики. Мы не видим массовой проблемы. И на самом деле этот вопрос доработан и с электростевой компанией, и с другими управляющими компаниями. У кого таких массовых проблем не возникает. Акция показала, что интерес к таким мероприятиям есть у обеих сторон. Управляющая компания становится таким образом ближе к горожанам, а жители получают возможность быть услышанными и получить ответы специалистов на самые актуальные вопросы. Елена Грицкова, Владимир Лисик, Александр Мальков. Служба новостей Сару-24.